Вирусы, бактерии, простейшие и грибы Точно так же в организм в виде последовательности ДНК поступает информация, закодирующая размножение вируса в клетке. Он абсолютный, то есть облигатный паразит и у растений, и у животных, и у человека. И для того, чтобы ему размножиться и сохраниться в природе, ему обязательно нужна клетка. Любая, животное, растительное или человеческое, а для этого он должен в нее проникнуть. Поэтому вирус, когда он попадает к человеку на кожу, практически не приносит ему вреда. И никуда больше поступить не может. Кожа очень хорошо защищена. А вот слизистые оболочки, рта, носа, кишечника и даже глаз, они более легкой мишень. Вирус туда может поступить. Но определенные дозы вируса. Всегда надо говорить об определенной дозе вируса. И дальше постараться с помощью самой же клетки. Слизистые проникнуть, сделать отверстие в ней и проникнуть внутрь. А дальше он уже блокирует работу клетки на себя и на организм. И она начинает только воспроизводить частицы вируса. Следовательно, никакие препараты типа антибиотиков на вирус воздействовать не могут. Каким же образом предохраниться от вируса можно? Только профилактика. Ирина Петровна, скажите, пожалуйста, как тогда лучше защититься от этого вируса? Ну, уже сказала предыдущему товарищу, что всегда играет роль, какова величина, доза поступившего вируса. И в наших целях все время эту дозу уменьшать. С одной стороны, мы можем чисто механически, да, орошение водой, различными растворами, чистые руки, с тем, чтобы все время смывать поступающий вирус, если он поступает. Помогают ли маски, если это воздушный путь? Только специальные и только в основном на тех, кто уже болеет, чтобы не распространять инфекцию вокруг себя. Просто так надетая маска работает только два часа, а дальше она создает хороший микроклимат для того, чтобы этот вирус накапливался. Поэтому нельзя рекомендовать всем безоглядно носить маски в течение длительного времени. Но, если вы будете промывать глаза, Всемирная организация здравоохранения советует каждые 15 минут промывать слизистые. Но у нас есть препараты, которые прекрасно помогают нам защититься от вируса на слизистые. Если вас это интересует, я сейчас скажу, как это делается. Вам надо взять обычный пульверизатор, спрей, сделать раствор прекрасного нашего препарата, реликтума, абсолютно безвредного для человека, не поступающего в кровь, но защищающего от вируса все слизистые. Как кишечника, если вы пьете в виде чая, такой концентрированный раствор реликтума, то вы защищаете слизистую кишечника, пищевода и рта. А если вы хотите нос, полость рта защитить более эффективно, то вам надо время от времени орошать раствором более слабым реликтума. Почему реликтум? Потому что он обладает тройным действием против вирусных инфекций. Во-первых, он чисто физически связывает вирус на своей поверхности, силу большой поверхности молекул, и выносит, не дает им дальше прикрепиться к клетке. Во-вторых, он химически с ним связывается. На поверхности молекул очень много различных химических связей, и они реагируют с рецепторами вируса. В-третьих, он реагирует с нашей иммунной системой и включает все резервные запасы нашей иммунной системы с тем, чтобы она сама оборудовалась с вирусом. А организм за долгие тысячелетия и миллионы лет прекрасно приспособлен для работы и выведения вируса. Поэтому всем рекомендую реликтум использовать каждый день и аккуратно применять его в различных направлениях. Но есть еще некоторые препараты, которые позволяют уже иммунной системе повышать защитную силу и реакцию. Что это такое? Это наш лор-препарат. Прекрасно работает над восстановлением слизистой и ее защитными свойствами. Это у нас визум, но об этом вам расскажет наш врач-специалист. И у нас еще есть препараты, которые повышают вообще иммунный статус человека, типа матрикса салюта. Прекрасный препарат, потому что сильный, здоровый организм, если доза вируса невелика, прекрасно с ним справляется. Все препараты физиологичны, безвредны и есть в вашем распоряжении. Пользуйтесь, дорогие товарищи, и будьте здоровы. Ирина Петровна, повторите, пожалуйста, название препарата для защиты от вирусов. Я уже сказала в предыдущем ответе, что препараты фирмы Паула Матрикс прекрасно восстанавливают гомеостаз системы организма. И это, пожалуй, главное, поскольку все существующие фармацевтические препараты, за редким исключением редчайшим, направлены именно на восстановление нормальной работы иммунной системы. И в этом плане наши препараты чрезвычайно физиологичны. Они не могут нанести побочного эффекта и отрицательного действия. Какие это препараты? Ну, во-первых, обязательный реликтум, Матрикс реликтум. Во-вторых, обязательно Матрикс салютом. Он повышает общую энергетику организма. А поскольку существующая паника и страхи понижают эту энергетику, то тут он просто необходим. Успокоительные препараты. Матрикс релакс. Страх вообще входные ворота для любой инфекции. Если вы будете более-менее спокойны и разумны, никакая инфекция вас не возьмет. А также специальные препараты. Ну, например, Матрикс лор. Он замечательно работает, именно восстанавливая все необходимые качества слизистой нашего носа, рта и в других частях организма. Даже если вы проглотили его и в кишечнике, он все равно поможет. Кроме того, Матрикс лор в свое время испытывался в детских клиниках. Единственное, немножко понижается по сравнению с взрослым населением концентрация Матрикс лора. То есть, если вы будете три раза капать себе, три-четыре капли, то ребенку можно два, одну-две капли. Но он уже тогда показал великолепные результаты по предотвращению заболеваемости и при лечении. Это прекрасное вспомогательное средство и при лечении различных заболеваний гриппозного характера. Препараты Пауа Матрикс, фермы Пауа Матрикс, о которых я говорила выше, относятся к классу аквабиотиков. То есть, они помогают восстановиться контуру водному человека, который является проводником внешних сигналов и стимулирует адекватную, быструю реакцию на эти внешние сигналы. Поэтому аквабиолики в настоящее время, вот с такой видением, являются чрезвычайно важным орудием против вирусных инфекций. И препараты типа Матрикс Лор, Матрикс Визум и другие системные электронно-матричные и органно-специфичные препараты и энергоинформационные препараты, они все действуют именно по этому принципу. Они восстанавливают ваш организм, который способен противостоять различным видам и дозам инфекции.